всем добрый вечер уже почти лететь рад вас приветствовать на нашей сессии вот мы на самом деле хотели обсудить такую тему которая с одной стороны вроде как напрямую к тематике конференции мероприятие не такое вот прям прямое отношение имеет на мой взгляд потенциально очень важное и я хотел бы представить участников нашей дискуссии по сравнению с другими секции нас команда небольшая дружная надеюсь по крайней мере веселая александр корсунский профессор лаборатории иерархически структуривых материалов сколковский институт науки и технологии пожалуйста можно похлопать александр хватов кандидат физико-математических наук пока по крайней мере надеюсь все таки скоро может диссертацию защитить заведующий лабораторией композитного и название такое интересное университет и тмо санкт-петербург юрий орлов доктор физико-математических наук главный научный сотрудник заведующий отделом институт прикладной математики имени келдыша российской академии наук я небольшое такое вводное слово скажу прежде чем передать слово же опять же участникам нашей дискуссии про что вообще идет речь и чтобы сначала хотелось бы обсудить у нас есть два таких мира один это мир анализа данных больших моделей то есть мы берем очень много много данных обучаем нейросеть и она строит предсказание в целом она при этом может никаких там законов физики которые нас школе учат не знать другой этот тот самый условно мир который назван физикой хотя как бы это может быть и любые другие такие классические модели которые ну достаточно хорошо с высокой предыктивной способностью описывает то что вокруг нас есть то есть самолеты моделировались атомные бомбы моделировались и так далее и там очень красивая стройная теория которые можно связать наверное мы это обсудим с там статистической обработкой данные машинного обучения но в целом когда физики там макс получал свои законы наверное он из каких-то других там принципов исходил и они существуют и довольно долго существует параллельно например когда там лет ну наверное 8 назад у меня был аспирант и он должен был защищаться по тематике машинного обучения и ну и традиция академическая что он где должен сделать доклад по во всех наших ведущих институтах вот института микелдаша естественно один из таких ведущих я написал туда можно сделать доклад на вашем семинаре я спросили какая тема доклада одну аспирант написал машина обучение и многомерные какие-то аппроксимации функции и ответ оттуда был на тот момент обучение кого и чему вот то есть это все к чему говорю что есть некоторые как даже социальная некая дырка между людьми которые занимаются анализом данных и люди которые делать она сейчас стала сокращаться вот я наверное как раз александра бы корсунского попросил как человека все-таки которые придет точно из физики до из экспериментальной даже физики что все-таки первое это физические законы или все-таки можно все сделать машинным обучением в целом этот вопрос будет примерно в начале ко всем спикерам я может буду как-то его модифицировать но вот интересно было бы послушать ваше мнение спасибо я попытаюсь на этот вопрос ответить так может быть зайдя немножко с неожиданной стороны для начала такая концептуальная вводная значит идея смотрите нам нравится думать что физические законы особенно такие фундаментальные представляют собой некую почти богом данную сущность устройство бытия устройство мироздания это эмоционально привлекательная точка зрения но не обязательно правильная значит я работал в разных областях материаловедения инженерных наук физики синхротронного рентгеновского излучения и хочу привести такой пример например в области проектирования существует известный такой закон переса который описывает скорость роста трещины при циклическом нагружении он целиком полностью эмпирический то есть грубо говоря он выведен на основе наблюдения за реальными данными и в каком-то смысле но феноменологически он не основан ни на каких глубоких пониманиях процессов но тем не менее он работает и благодаря тому что в шестидесятом году парис аппликовал эту статью с большим трудом кстати говоря с тех пор возникло целое направление в авиастроение которое называется дэмидж толерант дизайн смысл коротко расскажу состоит следующем что самолет как и любое технологическое устройство требует обслуживания инспекции весь подход состоит в том чтобы с достоверностью предсказать что за время между инспекциями не произойдет рост трещины до критического размера в чем сила этого подхода он дает возможность облегчить все устройство потому что мы не не пытаемся сконструировать его на века так чтобы он работал всегда а полагаемся на надежность своего предсказания поэтому предсказательная часть любого моделирования чрезвычайно важна она дает нам возможность управлять процесс теперь откуда берутся физические законы а может показаться что они создаются в вакууме человек сидит и долго размышляет о сути вещей в результате у него возникает физическая модель выраженная в математической форме и вот это и есть данный нам закон из моего собственного опыта значит моя пожалуй самая цитируемая статья в которой там порядка 700 800 ссылок посвящена изучению твердости покрытий с помощью наноиндентации такой способ микро твердости нано твердости история этой статьи такая я свое время приехал после окссорда и кембриджа в ньюкасл и ребята там как раз получили один из первых наноиндентеров такое устройство для испытания и стали строить некие кривые зависимости твердости от нагружения они все укладывались в нечто такое концептуально понятное но описать они не могли его не было соответствующей модели я предложил математическую функцию которая описывала все эти варианты они говорят ну хорошо математическая функция ну и что а где здесь физика мой ответ был такой вам нужна физика сейчас подтянем и я подтянул некую модель которая описывала и разрушение и пластическую деформацию на основе рассмотрения энергии энергия вообще это такой очень универсальный эквивалент в результате когда мы опубликовали статью мы естественно начали с физического смысла потом вывели из этого математическую форму ну и так далее я подозреваю что я не один я подозреваю что масса физических законов и может быть даже уравнение максвелла разрабатывались для того чтобы математическая форма их выражения удачно описывала наблюдения теперь где здесь искусственный интеллект и машинное обучение машинное обучение позволяет такого рода корреляции вытаскивать вне зависимости и без необходимости разработки физической модели это может быть и хорошо и плохо это плохо потому что мы не обязательно в процессе получаем информацию о причинно-следственных связях о статистике обо всем прочем но тем не менее это быстрый способ движения вперед почему это важно я приведу пример мы недавно скалтех мои как лидирующее предприятие получили большой грант который посвящен изучению аддитивных технологий трехмерной печати это сложный процесс и попытка его промоделировать от основания до конца сталкивается с непреодолимыми сложностями трудностями даже при сегодняшнем уровне компьютерных возможностей и ключевым ускорителем здесь может выступать машинное обучение однако коллегами было показано что попытка создать машинно обучаемую модель этого процесса от нуля не дает ни скорости ни качества предсказания которое нам хотелось бы достичь а вот попытка заложить в исходную приблизительную модель известные нам физические принципы а поверх них обучать машинным способом нейросети подобную систему как раз и дает нам возможность добиться той степени достоверности которая требуется допустим для использования этого подхода для производства авиационных компонентов в том числе серийных и вот эта революция в совершенно такой прикладной инженерной области на мой взгляд иллюстрирует то место и тот способ коим машинное обучение и наука могут сосуществовать и работать вместе для достижения оптимальных предиктивных результатов на самом деле близко на самом деле к тому что я думаю я воспользуюсь как это приоритетом модераторы там тоже комментарий небольшой про то что действительно когда система прям очень сложная и модель тоже сложная то часто как бы возникает сомнение насколько это модель действительно описывает явление это надо убеждать но бывают случаи немного вот те самые там фундаментальные законы когда они получены все такие ну елки-маталки мы же знали что они вот может быть даже скорее речь идет вот о том чтобы вот такие какие-то законы ну потому что если он простой и получен самое сложное его получить а потом уже все понимают что на самом деле он там много чего описывает такие вот гибридные модели они конечно пока выглядят местами достаточно громоздко можно я в этой связи приведу одну цитату Курт Льюэн сказал there is nothing so practical as a good theory нет ничего настолько практичного как хорошая теория смысл в том что вот эти дистилляты в виде уравнений физики они представляют собой вершину того к чему только может стремиться машинное обучение да это вообще отличный комментарий хороший переход на самом деле нашему следующему участнику Александр Хватов как раз активно занимается то что носит теперь гордое название physics based machine learning насколько я знаю там один из первых людей которые такие статьи стал писать это такой американский профессор Джордж Корнидиакис греческого происхождения вот я не так давно выяснил что у меня с ним есть совместная статья когда встретил говорю смотри у нас есть совместная статья правда правда так что бывают и такие как говорится казусы но действительно очень много статей на эту тему даже на крупных конференциях рейтинга со звездой когда мы действительно пытаемся создать вот такой гибрид вопрос как раз во первых естественно предыдущий вопрос сохраняется но мы вот с точки зрения именно вот этой технологии объединения уравнений с машинным обучением если например какие то здесь достижения естественно но и пределы барьеры такие челленджи проекты хотел бы спросить окей но когда я начинал это было довольно давно в 2019 году статей было не так много сейчас сейчас это чуть более популярно действительно если мы подумаем то физический закон это очень очень сжатая модель ну сколько там два три веса описывается довольно много ну вот если мы подумаем ну есть закон ньютона правда что f равно м а всего грубо говоря сколько там ну два три веса можно можно ли этого достичь можно ли с помощью машинного обучения такие законы искать ну вот здесь подвижек наверное не так много не так много почему это происходит а потому что как мне кажется нужно нужно дружить физикам и специалистам по машинному обучению потому что нужен еще и заказ нужен нужен запрос от физиков чтобы показать какие задачи и что нужно решать в то что называется physics informed machine learning когда у нас уравнение известно мы сверху нейронную сеть прикрепляем или обучаем ее особым образом здесь довольно хорошо двигаются и здесь сейчас вот и есть последние прорывы как мне кажется но вот тоже тоже все стоит в том что есть отдельно специалисты по машинному обучению для которых модель максимально сжата это очень хорошо есть физики у которых есть свои модели они не хотят новые а вот нужно чтобы физики захотели какие-то новые модели пришли к специалистам по машинному обучению и мы бы вместе что-то вот придумывали кажется этого сильно не хватает и вот здесь именно прорыв должен быть в том что мы убедим физиков что это такой же инструмент пока вот кажется сейчас все чаще это звучит но все равно еще нет критической массы понятно но на самом деле кроме физиков и специалистов в области машинного обучения исторически в этом процессе всегда участвуют люди специалисты что называется вычислительная математика прикладная математика математическое моделирование это отдельный отдельный область науки ну я сам исходно из института вычислительной математики имени Гурия Ивановича Марчука и это эти люди которые собственно например делают численные методы делают модели они внесли огромный вклад на самом деле в крупнейшие проекты то что там никакого то есть анализ данных я детали на самом деле исторически мы что процентов не знаю конечно использовался но в основном это все таки написать правильные уравнения правильных решить промоделировать вот я как раз Юрия Орлова бы хотел спросить как это все выглядит со стороны именно даже в целом института прикладной математики который продолжает успешно работать может быть вы уже машинное обучение все это стали использовать или пока инерция все таки есть и кто-то не хочет и отказывается вот мне вот этот взгляд хотелось бы понять в одну сторону движемся или параллельно или наоборот расходимся как у нас это выглядит ну конечно такой немножко провокативный вопрос чтобы добавить но я на самом деле на него попробую дать ответ в более таком философском ключе поскольку математики они любят как бы зайти в какие-то абстрактные области вот и зайдя в них они обнаруживают что их абстрактные области примерно те же самые что и конкретные у физиков то есть это некоторая иллюзия что есть физические модели есть отдельный искусственный интеллект который что-то там обрабатывает просто физическая модель она была построена в течение тысячи лет людьми которые представляют собой собственно аналоговый искусственный интеллект и просто это состоявшиеся модели а вот те новые которые вокруг этого крутятся они просто попытались побыстрее набрать данных вот а интеллект собственно тот же самый никаких вообще-то говоря новых задач нет и я бы вот вбросил бы вот в массы несколько вполне возможно что и известных соображений которые связаны собственно с тем что мы же пытаемся создать науку которая или алгоритм или науку которая будет давать нам более точные ответы относительно того что вот мы имеем из ну обыкновенных вот наших уже теперь устоявшихся физических моделей но те модели которые мы используем они основаны на способе нашего мышления а наше мышление дифференциально-разностное то есть мы сравниваем состояние до и состояние после и в силу этого естественным инструментом является написание ну в некотором плане дифференциальных уравнений ну или в ином плане интегра дифференциальных но не суть это как бы проблема то в том что мы будем рассматривать какие-то разностные соотношения и переходя к пределу мы получаем уравнение в виде главных частей ну как я немножко так вот говорю сокращенно вот перейдя к пределу взять производную перейти к пределу это означает найти главную часть какой-то функции а главная часть она же не функция она это некоторое предельное состояние которое в общем то далеко от реальности то иногда это предельное состояние выражает действительно главную часть а иногда ведь и нет поэтому мы напрягаемся в попытках точно решить неправильное уравнение ну дифференциальное уравнение на неправильное уравнение потому что оно отрезало всякие о малые величины и мы обсуждаем как бы нам точно решить некоторые дифференциальные конструкции которые на самом деле неправильные. Ну, в том числе и уравнение Максвелла, например. То есть, строго говоря, это неправильное уравнение. Но в той части, в какой мы используем их на практике, они дают достаточную точность для решения задач. И в этом плане поставить вопрос о том, какая у нас теория более правильная, это не очень хорошая идея. А то, о чем коллеги говорят, как о гибридном интеллекте, мы действительно применяем такую терминологию. Гибридный интеллект – это, собственно, часть знаний, которая получена успешно некоторым отбором данных, и довольно сложная связь, которую мы не видим из-за косвенных, множества косвенных параметров. И как было бы хорошо эти косвенные параметры искусственным интеллектом собрать. А искусственный интеллект – это просто способ быстрого набора статистики относительно того объекта, который мы не можем размножить. Потому что в принципе, коллеги, мы должны понимать, что если я какую-то величину измеряю, допустим, с точностью до третьего знака после запятой, то с точки зрения математической статистики мне нужно совершить, вот разделить 10 минус 3, эту относительную точность, взять обратную величину и возвести ее в квадрат. Вот столько мне надо экспериментов провести, чтобы статистически достоверно эту точность подтвердить. То есть, если я измеряю, грубо говоря, с помощью микрометра длину стола и нахожу, что он 150 метров и сколько-то там еще микрон, 150 сантиметров, пардон, вот, то мне нужно совершить примерно миллион измерений для того, чтобы подтвердить эту точность. А иначе, если я провожу 10 измерений, то и не надо говорить ничего про микроны. И вот в этом смысле очень важно понимать, что нужная нам достижимая точность измерения обязательно должна сопрягаться с нужным количеством данных. И этого количества данных, к сожалению, в нашем мире нет. И ровно для этого нам нужен искусственный интеллект, для генерации данных. Вот, ибо иначе мы будем находиться в очень нечеткой статистической ситуации. Вот. А относительно того, что мы, значит, прекрасно идем даже не параллельным курсом, а вместе, вот, это нет никаких сомнений. Вот. Просто естественный предел вот мечтаний, как говорится, он довольно прост. Мы создаем же, допустим, атомные станции, но при всем при этом мы рассчитываем их, и в частности институт Келдыша этому успешно занимается. Но надо заметить, что ни мы, ни кто-то еще представления не имеет о том, как отдельный нейтрон взаимодействует с отдельным атомом. Это вещь совершенно неизвестная, потому что для того, чтобы это понять, мне надо иметь настраиваемый мной инструмент, который позволит с отдельным нейтроном работать. Такого инструмента ни у кого нет. И поэтому мы можем знать только о том, как взаимодействуют, там, скажем, 10-20 нейтронов с атомами. А вот как отдельный нейтрон взаимодействует, мы представления не имеем. Теоретически, конечно. Конечно, теоретически не имеем. А практически тем более не имеем. Нам нечем туда заглянуть. И вот в этом смысле есть естественный предел для точности наших представлений о мире. Так что вот в этом пределе мы должны сопрягать наши теоретические модели и знания, получаемые с помощью статистики. В сущности, искусственный интеллект – это некоторый набор статистических сведений. Ну вот как-то примерно так. Мне очень, кстати, интересно. У меня появилась какая-то мысль сейчас, потому что часто вот мы обсуждаем, собираемся, говорим правильные мысли, и в итоге довольные собой расходимся. У меня появилась мысль, которая вполне себе конкретная. Вот сейчас вот очень много посвязанных… Это какой-то быстрый вопрос, чтобы просто скорее получить такое впечатление, что вы думаете на эту тему. Значит, очень много сейчас связано с генеративными моделями. Например, по тексту генерировать видео, ну или картинки. Если посмотреть, как картинка, она похожа, но если посмотреть, например, даже на согласованность ее глубины, она получается, ну, так себе. То же самое с видео, когда там нарушается просто кинематический стой. И довольно популярна становится генерация каких-то синтетических данных, на которых мы генеримся. Вот вопрос такой. Как вы считаете, можно ли какие-нибудь хорошие такие физические симуляторы использовать для того, чтобы генерировать данные уже для обучения моделей? Или это все-таки такой брутфорс, который далеко не всем доступен? Ну, если мне будет позволено попытаться ответить на этот вопрос, одним из направлений моей работы была обработка больших данных, полученных на синхротроне. И в процессе этой работы я пришел к выводу, что не зря еще Маркс, а потом Ленин писали, что практика – критерия истины. Да, значит, что я имею в виду? Способ обработки данных, который наиболее симпатичен, наиболее правильно с ними ведет себя, состоит в подгонке модели к данным и минимальной манипуляции данными. Почему? Потому что в процессе манипуляции данными извлечения из них каких-то параметров никогда неизвестно, какие там присутствовали ошибки и как они дальше в процессе переработки могут усиливаться, искажать наши выводы и так далее. Поэтому мной был предложен такой подход, который называется расчетно-экспериментальная корреляция. Его суть состоит в том, что мы строим модель. Кстати говоря, в анализе дифракции этот метод был разработан Ритвельдом в 70-е годы, и он состоял в моделировании процесса взаимодействия нейтрона с веществом, с учетом всевозможных поправок, погрешностей и так далее. Данные при этом не менялись, и весь смысл стал в подгонке модели к этим данным. Так я к чему это веду? Попытка сгенерить большое количество данных может быть очень опасной, потому что мы можем попасть в ловушку природоподобия. То, что Иван описал, генеративный дизайн, видео и так далее, они могут быть очень природоподобны. Мы можем нарисовать картинку взаимодействия волны с утесом, и она будет очень сильно похожа, но может при этом не содержать правильные физические законы масштабирования, фрактальности и тому подобное. А добиться этого соответствия без знания этих физических связей может быть практически невозможно. Дальше, если мы пытаемся сгенерить большое количество данных. Вот, например, при трехмерной печати, вернусь к своему примеру, у нас получается масса микроструктур. Микроструктура – это то, что мы видим в электронном микроскопе, если мы смотрим на устройство металла напечатанного. Они подчиняются определенным статистикам, там, допустим, размер зерна распределен логнормально и так далее. Возникает соблазн вместо того, чтобы смотреть на реальные объекты, сгенерить нечто подобное и использовать это для обучения искусственного интеллекта. Я подозреваю, что это очень опасная эстезия и до какой-то степени необходима верификация такого рода генерации посредством заземления и сравнения все более и более детального с реальными наблюдениями. И поэтому подход, за который я стараюсь отстаивать, состоит в том, чтобы вывести уровень детализации данных, которые мы собираем, на уровень, сравнимый с уровнем детализации наших моделей. Потому что сейчас наблюдается следующая вещь. Из-за быстрого развития численных методов мы можем производить большое количество модельных результатов. А эксперимент во многом остается аналоговым. Грубо говоря, мы там нагрузили крыло самолета и узнали, при какой нагрузке оно разрушается. Это недостаточная глубина данных. Ее можно улучшить путем внедрения и применения современных численных методов, цифровых методов описания деформации. и так далее, картирования. И тогда действительно мы можем сгенерить реальный объем данных, который поможет нам обучить искусственный интеллект. И в заключение скажу, что было сказано, что физики не любят какие-то левые модели. На самом деле физики, инженеры просто крепколобые ребята, которые сильно доверяют своему опыту. Вообще можно сказать в каком-то смысле, что любой человек это такая модель мира вокруг него, которая все время подвергается ревизии, верификации и изменению. У некоторых процесс ревизии ускорен, и они пребывают в интенсионном треморе, а у некоторых наоборот замедленные, они пребывают в упрямстве. На самом деле это параметры подстройки, но можно рассматривать мировоззрение каждого человека как некую такую постоянно обновляемую модель. Так вот, физики, инженеры имеют вот этот вот вес обновляемости модели намеренно заниженным. То есть они консервативны в своих подходах. Это не значит, что они безусловно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не примут новые модели, но для того, чтобы они их приняли, их нужно убедить в том, что в известных им случаях эти модели дают правильные ответы. А это общий принцип научного познания. — Юлия, хотите прокомментировать? — Ну... — Просто коротко хочу добавить. — Ну, в целом, я даже знаю несколько известных примеров, когда мы действительно применяли именно генеративные модели, что-то вроде того, чтобы сгенерировать селезенки на чипе. Но все равно, так или иначе, действительно, когда мы имеем дело с физикой, нам же нужно в реальном мире оказаться. И вот нам часть того, что новодумовая модель, все равно приходится так или иначе проверять в реальной жизни. То есть без этого никак. Тут нужно действительно знать, иметь какое-то чутье, выработать чутье, когда тебе нужно вернуться в реальный мир и проверить, а не врет ли твоя генеративная модель слишком сильно. Не попала ли она в тот домен, когда она, грубо говоря, не видела этих состояний. — Ну да, или какие-то ложные истории туда влезли. — Ну, все, у меня все с комментарием. — Спасибо. — Ну, я поддержу коллег в этом мнении и скажу, наверное, довольно банальную вещь, что на самом деле зависит от задачи. Есть ситуации, когда обязательно надо сгенерировать довольно много данных. Это для создания бенчмарка каких-то состояний, суть которых нам понятна, но из окружающей среды мы можем взять только небольшую часть их. Но как они устроены, как бы понятно. А если структура системы нам понятна не очень, то генерировать, конечно, данные опасно. Это связано с тем, что вот, представляете, мы, допустим, пытаемся собрать статистические данные по какому-нибудь такому параметру, ну, совершенно физическому. Вот в уравнении же коэффициенты всякие живут. Коэффициент теплопроводности, коэффициент вязкости, еще чего-нибудь такого. Вот, но надо же понимать, что эти коэффициенты, они не просто так себе живут, они именно в этом уравнении. И измерение коэффициентов, оно проводится не вообще из физической реальности, а трансформируя физическую реальность на плоскость того уравнения, которое мы анализируем. Уравнение-то может быть неправильно глубоко. То есть, например, мы будем изучать коэффициент вязкости какой-то среды, которая движется достаточно медленно, чтобы мы могли сказать, что уравнение на въезд токса хорошее. А то она движется довольно быстро, и там полно турбулентности, я по-прежнему использую то же самое уравнение и измеряю ту же самую вязкость. Она совершенно, конечно, я тоже ее померю, но она к реальности будет иметь очень слабое отношение. Но это будет тот коэффициент, который будет осуществлять пропорциональность между градиентами давления и скоростью потока. Ну, это все очень интересно, но будет неправильно. Поэтому суть-то в том, что все-таки физика в основе. Надо понимать, что за модель. И если она вполне адекватна, то мы, конечно, хорошо навесим на нее дополнительный интеллект. А если сильно неадекватна, мы будем получать глупейшее утверждение. Ну да, то есть все опять сводится к тому, чтобы модель должна быть выбрана верной. И на самом деле тут, как такие модели выбирать, это большой вопрос. Можно сделать один комментарий. Да, да, Сан Сан. Мне кажется, что Юрий предложил один чудесный тест. Можно ли взять заведомо неверное уравнение путем подстройки его коэффициентов, довести его до соответствия действительности? Можно. Ну, да, когда там не все вокруг Солнца вращалось, а вокруг прекрасно подобрали модель. Нет, ну это физически неверно. А вот взять, допустим, на въезд токса и описывать турбулентность путем подстройки параметров, конечно, можно. Но при этом искусственному интеллекту, допустим, который должен выстроить зависимость этих коэффициентов от времени, места и так далее, придется очень сильно работать для того, чтобы это уравнение довести до соответствия. Это правда. Вот разница между хорошим уравнением и плохим уравнением состоит в том, что оно ухватывает основную зависимость, и дальнейшая подстройка коэффициентов сводится к относительно небольшим поправкам. И вот тогда искусственный интеллект может сработать быстро и эффективно. В таком режиме, да. Но хотя вот это тоже навес токса, словно говоря, если похожее уравнение отнести к прогнозу погоды, да, там вообще же интересная история. То есть много моделей прогноза погоды и краткосрочного, там, и среднесрочного вероятностного. В краткосрочном Google они обучили модель, которая, во-первых, она берет параметры, которые не включают параметры, которые точно должны влиять. Там, например, снег, люди, которые занимаются, говорят, ну, должен, если там снега нет, должен влиять на погоду. А модель это не учитывает и в целом дает в среднем такой же прогноз, даже лучше в статистическом смысле, и что с этим делать, не очень тоже понятно. Потому что моделей сделали много, тут обучить, просто взяли, забрутфорсили, обучили на большом массиве данных, и тоже вроде похоже. То есть система достаточно сложная, тут... А почему эти предсказания делаются все хуже и хуже? Это не ко мне вопрос. Как это, по документам все хорошо. Ну, я вот еще прокомментирую, наверное, в виде примера, когда как раз все хорошо. Не все же нам, а погоди-то. Есть и хорошие примеры. Ну, вот, например, если... Есть вполне хорошо решаемая задача на базе Келдыша, скажем так. Это ориентация малых спутников, которые исследуют гравитационные поля астероидов и вообще планет. Если считать, что мы знаем в главном законы тяготения и можем запустить туда примерно правильную траекторию, то далее вблизи планеты астероида, которая имеет сложную форму, и мы не представляем, какое там у него гравитационное поле. Он же даже не сфероид, так сказать, он вообще непонятно что. То вот там вокруг него ориентация ведется методами машинного обучения. То есть там есть статистическая работа по отклонению от генеральной траектории, которая, в принципе, известна. А дальше идут воздействия на его солнечные паруса, которые очень, как говорится, легкие, подвержены сложным колебаниям. Случайные колебания, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, гравитационного поля, этого астероида. И вот набор вот этих вот данных после многократного облета, значит, малых планет, вот позволяет очень хорошо скорректировать орбиты, значит, малых спутников. И они прекрасно, гораздо лучше начинают себя вести, чем если бы они просто летали и вычисляли бы мы вот эти вот движения, прям по законам Ньютона, так сказать. Ну, понятно, да. Я считаю, что это чудесная иллюстрация темы нашей сегодняшней беседы. Вот просто зрительно всем сразу должно стать понятно, что по общим физическим принципам мы можем вывести спутник на близкую орбиту, а потом уточнить его поведение. Вообще, хорошая физическая модель, это модель, основанная на определенных предположениях, которая работает далеко за пределами этих предположений. В этом как раз. И в этом вся премудрость, и в этом магия физических законов. Там уже давным-давно не выполняются предположения, заложенные в модель, а закон по-прежнему работает. Да, это я помню, когда еще на физтехе учился у нас, Семен Соломонович Герштейн читал лекции. И в какой-то момент он говорит, ну, давайте сейчас я вам выведу законы квантовой хромодинамики из соображений симметрии. И стал писать. Вот я вот в этот момент понял, как это делать. Он просто, исходя, ну, это должно при такой замене меняться, при такой меняться, вот законы квантовой хромодинамики. Такой здорово. Я вышел, а то я забыл сразу. Но это вот была реально магия. То есть я поверил, что это было хорошо. То есть там были такие... И точно так же он говорил, давайте рассмотрим простейшую атомную бомбу. Вот так вот она работает. Здорово. Я вышел, я в принципе могу идти собирать уже. Ну, опять это длилось, это знание длилось там примерно 30 минут. Поэтому такие вещи надо записывать. Нет, такие не надо. Но вот как я записывал, но я к тому, что действительно вот эта вот простота, логичность мышления... Это как балет. Да. Видеофикс. На самом деле, вот я говорил перед нами, что у меня есть один очень важный вопрос, который я хотел бы обсудить, связанный с предыдущей дискуссией, который мне на самом деле был задан вчера и поставил меня в тупик. Это было заседание ученого Совета Скалтеха, где обсуждалась в том числе бакалаврская программа по искусственному интеллекту. Ну, мы писали план, ну, то есть что нужно знать человеку, который учится на искусственный интеллект, ну, там, условно, совместную программу, по-видимому, с вышкой, на, допустим, специально, ну, там, линейная алгебра, там, отанализ, хорошо. Ну, вот мы как-то написали, взяли часть программ вышки и в таком виде отправили. А наш один профессор, который, собственно, химик, а я не вижу в этой программе курса общей физики. Почему его там нету? Ну, если обсуждать там программу ФКН, у них, они даже оттуда убрали методы решения дифференциальных уравнений, поэтому оттуда приходят люди, которые, в Скалтех уже, которые имеют крутые статьи, но в математическом экзамене мы туда поставили простые задачи, но которые должен решить любой дурак, вот, ну, чтобы отсеять, грубо говоря, людей, которые просто подают в математическом лайн-тест. То есть они не решают простейшее уравнение дифференциального первопорядка. Вопрос, как так получилось, они говорят, ну, у нас не было такого курса. И вопрос, на самом деле, общий, вот такой, нужно ли специалистам по машинному обучению учить физики, когда, в каком объеме, и зачем? Вот, наверное, тоже ко всем. У меня ответа нету, расскажи. Ну, пожалуй, если можно, я начну. Бутерброд будешь? Я не знаю, нужно ли учить этих специалистов физики, но какому-то твердому предмету их учить нужно. Твердым предметом, да. Твердым предметом я имею в виду дисциплину, область знаний, в которой накоплены некоторая совокупность фактов наблюдений, которые являются неопровержимыми. Потому что, возвращаясь к тому, что говорилось ранее, существует опасность попадания в ложный минимум, попадания в ложную природоподобие. А нам нужна природа достоверность. Природа достоверность достигается тем, что помимо всяких расчетных моделей, знаете, это как говорили, давайте жить в метавселенной. Давайте опустимся в путешествие в метавселенную. Это очень хорошо, но только хотелось бы иметь возможность вернуться. Значит, если мы не заземляем свою виртуальную деятельность, то, что Юрий описывал, допустим, проверка известных ситуаций, генерация данных, а потом их проверка. Я называю это численным экспериментом. То есть мы создали некое правильное решение, а дальше проверяем качество нашего машинного обучения в соответствии этому. Это допустимая абсолютно кошерная вещь. А может быть еще заземление на предмет реальности. Так вот, заземление на предмет реальности должно происходить в какой-то конкретной области. Как говорил мой коллега на каком-то таком заседании, Игорь Набиев, физика лучше всего для этих целей. Ну, там была компания физиков, велся спор, но можно и биологию, можно и химию, неважно. Тем не менее, там тоже существует набор неопровержимых наблюдений, накопленных. Так что если... и человек, который обучается этой дисциплине, вынужден признать, что есть вещи, которые перевернуть нельзя. И по крайней мере, все результаты машинного обучения должны этим вещам соответствовать. Там могут быть более тонкие связи, но у него должен быть встроенный напоминатель, встроенный позыв проверить результаты по сравнению с чем-то. Если он не умеет решать дифференциальные уравнения и не может проверить свое предсказание по сравнению с решением, это очень опасно. Ну да, то есть надо вернуть. Ну, что? Давайте в порядке, слева направо. Хорошо. С публикой-то можно поиграть? Можно руку поднимут те, кто умеет решать дифференциальные уравнения, хоть раз в жизни решу? Первого порядка. Первого порядка. А правильно? Нет, грубо говоря, публика-то знает, умеет. Хорошо. Приходите в Калтех. Да. Я учился на специальности математика, которая называется, не прикладная, а вот просто, которая обычная. Физику вам учили, физику? Да. У нас было три семестра теоретической физики с дифференциальные уравнения. Помогло ли мне это в жизни? Я не знаю. Что-то вы не знаете, но помогло. Да. Да, я вижу. Но, оказывается-то, тебя отличает от соседа Васи твой кругозор. И чем больше ты знаешь различных вещей, умеешь ли ты решать дифференциальные уравнения? Знаешь, так сказать, что такое нелинейное уравнение Шиодингера, так сказать? Что такое потенциал в яме? В таком примере надо и русский язык там, например, учить. Время не конечна. Обязательно. Русский язык тоже был целый семестр. Ну да, на Мехмате тоже в какое-то время, где-то уже на старших курсах, я на Мехмате не говорил, русский язык. Да. Чтобы вы не расслаблялись. Да нет, ну правда, идея-то не в том, чтобы выбрать все предметы, которые тебе нужны. Ты никогда не знаешь, что тебе пригодится. Вот займется кто-нибудь пинами и все. Ну да, и тебе пригодится, да. То есть с точки зрения, на самом деле, такой даже карьерного пути, очевидно, что есть задачи, где ML должен знать физику. Ну, конечно, как физтех-физтех, я всегда отвечу, что физику-то знать надо. Да, ну нет, я просто никогда не думал над тем, а что будет, если этого не делать. Вот предположим, этого не делать. Вот реально убрали дефуры, убрали. Ну, люди, они его не знают, но на самом деле через месяц, когда им по башке надавали, они прекрасно доучились. То есть вот непонятно, что есть какие-то непреложные истины, что вот мы учим это, а может, и не надо. То есть такая мысль закладывается. Само собой возникнет, придется, даже если убрать из образования. Дело в том, что не надо думать, что вот, допустим, занятие литературой, скажем так, русским языком, это что-то такое отдельное от математики с физикой. Потому что надо понять смысл фразы. Смысл фразы – это причинно-следственная связь между словами. Причинно-следственная связь – это совершенно физическое понятие, это физический закон. А физический закон в виде причинно-следственной связи – это на самом деле статистика. То есть она возникает не точечным образом, а статистическим. Вот наличие причинно-следственной связи – это отнюдь не дельта-функции, которые где-то расставлены. Это набор среднестатистического ответа, который приводит к целеполаганию, который является физически ложным. Его нет, но оно как бы в среднем проявилось. И мы на данном уровне точности считаем, что ура, у нас есть физический закон. Его на самом деле нет. Вот более детально, если зайти внутрь, мы его там потеряем. А вот на уровне статистического обобщения мы видим, что да, есть какой-то закон в виде второго какого-то термодинамического закона, что вроде бы камни не подпрыгивают с земли и не охлаждаются при этом, хотя, как говорится, могли бы. Но вот, значит, есть такое вот наблюдение. Очень маловероятно. А как быть с людьми, которые не знают, что дельта-функция является предельным переходом? Вот как им объяснить это дело? Вот если их этому не учили, например, да? Или как иметь дело с людьми, которые никогда карандашом или ручкой не писали решение дифференциальных уравнений на бумаге? Вот как мы будем жить в последующих поколениях, если люди привыкли мыслить печатанием на компьютере? Это же страшное дело. Это серьезная проблема. Для нас может быть страшное, для них может быть нормальное. Они никогда ничего не выведут. Это, да, ну, по крайней мере, непонятно как, если они будут выводить. На самом деле я поддержу, то есть я могу всегда себя, знаешь, я в физтех, получается, поступил в 2000 году, и у нас был экспериментальный курс, провели над нас такой эксперимент, что будет. Там тоже была истина, что нам матанализ нужно читать, там, по-английски термо, значит, этих семестров, долго и размеренно, нудно. А эксперимент, например, что будет, если просто сжать все в два раза и запихнуть все в первые два года? У нас вот был просто огромный пик часов в первые два года. Значит, студентов было вообще отлично. Ну, там 30% отчислили, оставшиеся вышли супергероями. Хуже всех было преподавателям, которые не хотели читать за ту же зарплату в два раза больше лекций. Но оказалось, что в целом можно дать тот же материал в сильно более сжатом формате, не растягивая, да, вот как принято. И действительно это было полезно. То есть квантовая механика очень важна. В квантовой механике разобрался, ну, уже там, в машинном обучении уже, в целом, ну, там, и статфизика уже подтягивается, вообще используется. То есть, понятно, мне кажется, что надо такой материал. Я понял, что мы неправильно уж не добавили. Но вот в каком объеме и как его подать, очень важно. Если это дело формально, это может быть даже хуже, чем и вообще ничего не делать. То есть это надо... Сжимать можно, потому что по моему опыту, допустим, курс, который в Оксфорде занимал 4 лекции, я читаю в «Калтехе» 16. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, что подготовленная аудитория, что она понимает, что каждый час лекции требует еще нескольких часов проработки и так далее. Это некая культура донесения содержания. Но то, что концепции и связи должны быть донесены до этих студентов, я в этом абсолютно убежден. Они должны более того, они должны их пощупать и ощутить, и, как это называется, интернализовать. Прямо лабораторные работы, нет? Проработать, и чем раньше, тем лучше. Понятно. То есть в целом получается, что мы берем, добавляем, условно говоря, твердый курс. На выбор, там, хочешь биологию, хочешь физику, но этот курс идет как бы в формате соответствующего жесткого курса. Да, это хороший формат. Мне, в принципе, очень нравится такой вариант. Мы и предложим, наверное. Можно я скажу еще один пример относительно важности твердых курсов? Ну, в частности, вот говоря, если вернуться прямо к машинному обучению, то, вообще-то, как ни странно, знание функционального анализа достаточно глубокое требуется. Может быть, кажется, что оно тут как-то… Очень полезно, на самом деле. Какое-то лишнее, в общем, умствование. Но вот что я вам скажу. Вот совершенно классическая задача относительно поиска ближайшего соседа. Вот понятно, что… Ну, всем, наверное, известно, что если мы кидаем там точечки случайным образом на отрезок, ну, допустим, вот равномерно, то можно построить функцию распределения расстояния между точками. Вся такая классическая вероятностная задачка. И будем мы, значит, изучать распределение расстояния между ближайшим соседом в зависимости от количества брошенных точек. Вообще-то, чем больше точек мы бросаем, тем ближе распределение расстояния будет к дельта-функции от нуля. Но проблема в том, что ноль – это не ближайший сосед, это тождество. А оно как раз исключается из рассмотрения. Поэтому мне интересна функция, к которой будет стремиться распределение расстояний, когда я выкинул предельную точку в виде нуля из области определения. И спрашивается, где будет жить предельное распределение, которое я построю для непрерывного распределения точек напрямую. А с этим сильно связана способность теоретической машины распознать ближайшего соседа. Потому что мы будем приближенно его распознавать. Как мне устроить правильное приближение, что я бы сказал, что уже достаточная точность получена? В каком пространстве мне нужно смотреть? И выясняется, что это отнюдь не то пространство, где я тут живу, а пространство под названием неполный ультрафильтр в сопряженном или бесконечность. Это крайне непростой ответ. Вот как бы, понимаете, ситуация крайне непростая с точки зрения даже совершенно практических вещей. Это на самом деле важная история, потому что даже если... Потому что мы тут со студентом недавно обсуждали похожую историю, что вот у вас есть языковая модель. Языковая модель как работает? Она в конце предсказывает вектор, соответствующий каждому слову, и ты просто находишь ближайшее слово. Слов там может быть 50 тысяч, 60 тысяч, и на самом деле совершенно непонятно. Это как бы непрерывное распределение или дискретное. То есть такого рода вопросы, ну, они, во-первых, должны возникнуть, а потом действительно кто-то должен прокомментировать, как это может быть. И у людей, которые занимаются практическим data science, обычно каких-то математических аналогий редко возникает. То есть это другой способ. То есть какие-то физические, глубокие математические концепции возникают хотя бы как аналогии для помощи в классических задачах. Это плюс, но как бы в другую сторону. Мы-то обсуждали больше то, что как ML может там модель неправильную подправить, а как, наоборот, подходы, которые используются в математике и физике, могут помочь описанию тех абсолютно эмпирических явлений, которые возникают в моделях машинного обучения. Это еще отдельная дискуссия, но, кажется, очень перспективное, на мой взгляд, это направление. У меня такая вот идея. Мне говорили, что тут есть микрофон. Может быть, вопрос из зала какой-нибудь возьмем. Люди, вот, коллега есть. И перейдем в режим небольшого балагана. Да, пожалуйста. У меня вопрос ко всем спикерам. Вот сейчас за рубежом стали появляться модели машинного обучения, которые используются прямо непосредственно для конструирования. То есть они предлагают конструктору, как подсказчик, ряд каких-то деталей. Им на вход задаются тактико-технические характеристики, они на выходе выдают геометрические формы, которые при этом еще инженерно рассчитаны, что да, вот они этим параметрам будут соответствовать. Конструктор уже выбирает из каких-то готовых. Пока они делают только простые некие детали, но они это уже успешно делают. Ну, там буквально с конца прошлого года автодеск стал делать и прочее. В НАСА есть работа. Вот у меня такой, как-то не странно, странный вопрос. Извиняюсь за автологию. Вот чтобы вы, как профессионалы, которые работали с практикой в том числе, как бы вы доказывали российским конструкторам в каких-нибудь сложных отраслях, типа ракетостроения, авиации, атомной отрасли, что вот такие вот экзерсисы могут им действительно быть полезны, потому что просто ссылка на то, что жиром-то делают, у отечественного специалиста вызывает прям такое. Жирубейцы делать им нефига, а мне какая-то этого польза. Вот как бы вы доказывали, что да, такое вот применение, оно может иметь право на жизнь раз, и будет им полезно два. Ну, смотрите, значит, ответ будет продолжением того, что я говорил ранее, по поводу того, что каждый из нас – это некая ходячая модель, значит, действительность, уточняемая, поправляемая, как известно, из термодинамики. Действительность часто состоит в приближении к минимуму энергии гипса, или чего-то такого типа, да, значит, неважно. Минимизация, задача оптимизации. Совершенно точная модель оптимизируется на предмет своего соответствия действительности и предсказательных возможностей. Опературу надо поднять, и тогда он выскочит из равновесия. Ну, тем не менее, вот на фоне всех статистических шумов есть такая тенденция. Так вот, значит, для того, чтобы не попасть в ложный минимум, иногда приходится делать большие прыжки в сторону. Под прыжками в сторону могут подразумеваться очень разные вещи. Допустим, принципиальная смена компоновки, конструкции узла и так далее. То есть, хотя бы с этой точки зрения это может быть полезно, однако такого рода системы, на мой взгляд, в западной практике часто представляют собой гиммик. Гиммик – это такая, значит, погремушка, некая игрушка, которая реально ничего хорошего не дает. Значит, как убедить российского конструктора-инженера? Это сложная задача, но в каком-то смысле задача не только насущная, но и к которой мы имеем больше подходов, больше шансов успеха, чем, допустим, наши западные коллеги. Вот я хочу это дело проиллюстрировать. В Московском авиационном институте есть передовая инженерная школа, где поставлена задача вот как раз создания нового поколения инженеров. Одним из ключевых компонентов этого образования является самоверификация. Значит, вот современное проектирование ведется на основании численных моделей. Эти численные модели приобретают как бы самоценность. Вот мы знаем, как ими пользоваться, мы знаем, как их доводить от уровня отдельного объема материала до конструкции, до всего самолета в целом. И экстремисты такого рода подхода говорят вещь, которая по-английски звучит «Don't distract me with reality». Не отвлекайте меня действительностью. Дайте мне вот мою модель довести до конца. Это чрезвычайно опасно. И для того, чтобы проиллюстрировать это для российского пользователя, можно посмотреть на опыт наших американских коллег. Может быть, слышали, есть такой самолет Boeing Dreamliner 787. Он был задуман как эквивалент аэробуса 330, аналогичного размера, аналогичных параметров. Но поскольку он использовал композитные структуры, то композит там процентов на 40 легче, чем алюминий, то предполагался значительный выигрыш. Получилось на 30% тяжелее. Почему? Потому что в процессе конструирования слишком много доверия было выделено расчету. Они решили, что они могут вычислительным мускулом пройти весь путь от масштаба купона, от масштаба маленького объема до размера самолета. А потом выяснилось, что надо его упрочнять, а это ведет к утяжелению. Результат налицо. Так вот, Boeing'у, аэробусу, производителям двигателей трудно поменять существующий у них уклад. В него очень много вложено денег, организационных усилий и так далее. А у нас такой уклад практически отсутствует, потому что в течение 30 лет мы занимались переписыванием того, что там, перевоспроизведением. У нас есть шанс подойти к этому вопросу творчески, по уму, и встроить верификацию наших вычислений на каждый этап пирамидального построения предсказаний. Вот как я бы ответил на этот вопрос. Очень хороший был задан вопрос, который возвращает нас к целевой функции, одной из целевых функций искусственного интеллекта. Она как раз состоит в том, что с помощью ИИ можно создать достаточно полный бенчмарк решений различных уравнений, если они не особенно сложны, то есть не особенно многомерны, просто полным перебором. Человеку и конкретно инженеру этот перебор недоступен. А машина достаточно быстро все переберет и предъявит решение сложных конструкций, в принципе, какие они могут быть. Инженер привык видеть в своем багаже, так сказать, его бенчмарк состоит из трех объектов, ну из пяти. А тут ему предложат 20 способов решения того, что ему нужно, и это его очень легко убедит в том, что оно есть. Естественно, верифицируется на месте, но в этом огромное преимущество искусственного интеллекта, что он позволяет быстро решить конструкционную задачу. Вот это именно то приложение, где он прекрасно будет работать, поскольку если задается свойство материалов и тип конструкции, то всевозможные комбинации допустимых решений, они просто могут быть получены полным перебором. К сожалению, большинство задач, куда искусственный интеллект прикладывается, это задачи полного перебора с бесконечным перебором, условно говоря. То есть если требуется типовая задача понять смысл высказывания, то для этого нужно выделить сердцевину толкового словаря, найти в нем все связи, собрать все циклы. Циклов там, извините, Google в кубе, поэтому это катастрофа. Таких цифр в природе нет, только на бумаге их можно написать. Ну и поэтому полного перебора сделать нельзя, это все бессмысленно. А что касается практических конструкций, то это как раз то, для чего машинное обучение и нужно. Так что здесь инженер, я думаю, убедится достаточно быстро. Ну, мне кажется, что в этих областях, когда нужен искусственный интеллект для реальных вещей, нужен очень квалифицированный заказчик. И здесь мы возвращаемся к тому, что нужно проводить какую-то популяризацию, видимо. Да, кастинг заказчиков, выбирать самых лучших. А самые плохие пусть свои мечи выбирает красные справочника. Так вот, нужно, кажется, как-то людей-то и образовывать, может быть. Ну, не знаю. То есть, чем квалифицирование заказчик, тем больше он использует инструментов, и тем больше он верит в машинное обучение как инструмент. Да, то есть, на самом деле, то, что я видел, ну, не на уровне, может, конструкторов, но на уровне, например, отделов, даже в компаниях крупных, которые вроде как должны быть прорывными и так далее, все равно есть вот эта та самая инерция, про которую Александр говорил. И, ну, тем не менее, есть довольно понятный механизм, вот как пример там, когда создавались эти центры искусственного интеллекта, там есть софинансирование со стороны компаний. То есть, грубо говоря, сверху обязали компании дать какие-нибудь задачи университету. Ну, и вначале это было, правда, вытягивание из компаний, ну, что я должен тратить время, написать задачу, даже уже деньги, вы понимаете, уже выделили деньги, что люди на тебя бесплатно поработали, а человек не хочет тратить время. Первая итерация. Какие-то задачи были сформулированы, кто-то с кем-то, что-то сделали. Через год уже внутри компании сто различных заявок на то, что кто-то может сделать. То есть, вот это точно был работающий механизм, как бы, как вот сломать вот эту систему. Наверное, человек, если он один сидит, и у него нет никакого стимула в чем-то участвовать, это как-то на его КПИ никак не влияет. Это сделать очень сложно, и даже это будет для них больно, и точно они это делать не будут. Но, то есть, это должны быть какие-то системные меры на уровне, собственно, самой компании с понятным тоже... Если принято пинать ногами, ну, как бы, тоже, может быть, получится. Но на уровне людей можно образовывать, можно кого-то с кем-то познакомиться, я не знаю, там, посидеть, выпить, объяснить. Так тоже можно, но это сложно. В конце концов, это укладывается в наш разговор о человеке как системе модели действительности. Если дать ему доказательства того, что это может быть полезно, это повышает вес... Там есть первое. Я уже там говорю, что первое – это как бы узнаваемость, что люди вообще знают, что такое есть. Второе – это доверие, что они доверяют. Третье – это репутация, что они могут сделать. И каждый шаг, он тяжелый. Да, и более того, так сказать, мой опыт, когда мы там приходим и объясняем, что это можно делать, люди смотрят, говорят, ну, что такое, мы там 30 лет в сварке, а вы мне объясняете, что вы можете по камере сварку увидеть. Я говорю, ну, да, можем. Они говорят, нет, не можете, я знаю. То есть это выученный ложный минимум, из которого уже вылезти, ну, на самом деле, тяжело. Ну, вот это пример той ситуации, когда твердолобые инженеры сопротивляются, но, будучи поставлены перед доказательным доказательной базой, они, конечно… Да, это с одной стороны пример. А с другой стороны, бывает, очень много людей приходят, которые говорят, слушайте, ну, мы ваш искусственный интеллект уже попробовали, но кто-то сделал, вообще не работает. Какую-то ерунду принесли и поставили. То есть это… И вот поэтому, вот поэтому важно обладать еще кругозором и философским знанием. Кругозором, философским, вообще какой-то эмпатией человеческой, как минимум, да, потому что она тоже, если все время там… Если этого нету, да, но это уже, наверное, блин, даже не к университетам, а тоже больше к школам и так далее, да, где уже там… Есть ли у нас еще вопросы с зала? У нас, в принципе, люди приходят и уходят, но… Если можно, две короткие реплики, ремарки… Куда смотреть-то? Здесь. А, вот, хорошо, да. Насчет все-таки базовых наук, стоит ли преподавать физику, биологию или химию и мыльщикам? Ну, я бы буквально два слова… Да, конечно. Я бы ответил так, что вот, условно, есть ребенок, да, и ребенку, естественно, основополагающие понятия, понятийный аппарат и процессный аппарат необходим. Да, то есть, условно, объяснить, как ребенку, да, обязательно, особенно физику. Я сам физик просто… Ну, физику в школе как-то преподают, я к тому, что тут все-таки вопросы… Вопросы есть, на самом деле, да, потому что… То есть, я призываю… То есть, понятно, что надо, надо. А когда доходим, в каком объеме? В объеме, так сказать, курса Ландаулевшицы или в объеме, там, там, Сивухина с текстом? Или, может быть, надо новый учебник написать, где уже там будет вот то, что мы, например, обсуждаем? Это непонятно, да, на самом деле. Это как бы разная совершенно история. А есть ли учебник, который сосредоточен не на описании феноменологии наблюдений, а на реестре оригинальных идей в физике и взаимосвязей? Если такого учебника нет, то он должен быть написан, потому что учить надо по нему. Ну, я вот по Ландашицу, и в целом там было интересно. Все-таки вопрос, если бы… Да, да, да. Если мы возвращаемся к искусственному интеллекту, машин-леорнинг хотел бы все-таки спросить. Применительно к нефтегазовому сектору, если мы на примере него попробуем рассмотреть, я понимаю, у вас немножко другая специфика, есть физические модели, описанные математическим языком, и они как-то работают, да, в геофизике, в геологии, там и так далее, и так далее, и так далее, с какой-то точностью, вероятностью и погрешностью. Вот как бы нам оценить вообще, нужен ли нам искусственный интеллект там? Я поясню. Он может быть… Его можно попробовать, но модель будет работать менее вероятностно, менее точно, значительно более трудоемко. Я не говорю про затраты по его внедрению. Да, то есть вот как-то вот так. Спасибо за внимание. Ну, может, я тогда прокомментирую, потому что действительно там много взаимодействовали с нефтегазовым центром Скалтехи. Там очень, ну, например, то, что называется там Digital Rock, да, цифровой керн, было отличное исследование, просто по исследованию, по жидкостным свойствам узка порода. Да, то есть мы… Можно поставить эксперимент, объективный эксперимент, берется кусочек керна, через него проливаем нефть и смотрим, сколько кривые относительно фазы проницаемости. Есть отличные пакеты, которые это моделируют. Там Шлюмберже на тот момент был, продается много лет, моделируется этими пакетами. Был пакет, который вот Евгений Савенков делал, в Келдэше тоже они делают. Был еще один пакет, который там написали в Скалтехе. Был эксперимент. Вот, значит, там было 4-5 сравнений. И вот был график сравнения. Они все, короче, были нефтопад. То есть все численные модели, все не попали. Вот. И дальше был отчет, большой отчет, почему они не попали. Ну, все модели неточные. Кажется, тут как бы искусственный интеллект, техника, которая в искусственном интеллекте очень важна, но их надо правильно использовать. И действительно нужны люди, которые умеют делать и то, и то, а не отдельно. Иначе будет как еще одна плохая модель. Ну, мне кажется, мы тут замыкаем наш разговор, потому что мы начали с необходимости сочетания гибридного подхода. Значит, сочетание физически обоснованных моделей с искусственным интеллектом. И это вот как раз тот сложный случай, когда, по-видимому, без такого сочетания не обойтись. Я когда-то, когда закончил физтех, у меня базой был Институт проблем механики, где в лаборатории Сергея Александровича Христиановича, Сергея Алексеевича Христиановича, я занимался гидроразрывом. Там еще было много коллег, которые потом успешно продолжали эту работу за океаном. Ну, впоследствии нам всем известны, да? Все это фрекинг и прочее. Так вот, это чрезвычайно сложная задача, сложный объект, еще потому, что в отличие от, допустим, материала, из которого мы строим самолеты, который можно изготовить, изготовить еще раз, и все про него узнать, и иметь любое количество объектов для изучения, тут керн, взятый в одной части этого месторождения, совершенно необязательно соответствует всему, и статистику набрать, вот как Юрий говорил, чрезвычайно сложно, поэтому задача действительно масштабная, но я, например, ни секунды не сомневаюсь, что сочетание физически обоснованных моделей с искусственным интеллектом не только могут, а наверняка приведут к улучшению извлекаемости, а в этой отрасли это прямо пропорциональное количество денег, то есть это вполне себе игра оправданная, значит, я бы из того, что говорилось, еще раз сделал ударение на верификации, на подтверждение качества моделей, вот то, что Иван рассказал, хорошо иллюстрирует эту точку зрения, ведь что происходит при создании пакета такого модельного? Люди закладывают туда определенные умозрительные представления о том, как оно должно быть, ну, как говорил Арнольд, проблема с эмоционально привлекательными простыми моделями состоит в том, что они часто оказываются неверны, так вот, эти умозрительные представления, заложенные в модель, если они не подвергаются верификации, они могут завести вас не туда, что, собственно, и было продемонстрировано экспериментом, а что бы не сделать этот эксперимент раньше? Ведь эти модели в качестве своего интегрального аспекта их доведения до финальной стадии должны предполагать некую проверку. Другое дело, что часто бывает, что эту проверку практически осуществить сложнее, чем написать модель. Но это не освобождает нас от ответственности, необходимости такую роду верификацию проводить. Да, это, мне кажется, очень важно. Ну, я бы вот так прокомментировал относительно коротко вопрос слушателя. Зависит от того, куда вы хотите применить искусственный интеллект. Вот в какую часть, как говорится, скважины. Если мы обсуждаем способы разведки или, например, последовательность данных с телеметрических датчиков, которые будут свидетельствовать о той или иной аварии, то это, конечно, остро. И искусственный интеллект здесь прекрасно сработает. А если мы обсуждаем дебиты скважин, то это вопрос не к скважине, а к политикам. И к ценообразованию, и к рынку. И здесь и бессмысленен. Потому что добыча нефти из месторождения обусловлена совершенно не тем, с какой скоростью можно оттуда откачать. Это вот самое меньшее, чем оно обусловлено. Так что это надо вот четко понимать. Но в других областях, вот если применять метод правильно, то и результаты будут хорошие, я думаю. Ну вот как-то так. Спасибо. Есть ли еще у кого-то вопросы? Вот есть. Здорово. У нас очень активная аудитория. Здрасте. Здрасте. Вначале я хотела немного прокомментировать по поводу образования. Ну я тоже поддерживаю вашу мысль о том, что фундаментальные дисциплины преподавать надо. Надо, разумеется, вопрос в каком объеме, но все-таки надо. Но я могу просто свой пример провести. Я сама заканчивала школу в 2012 году. И в те времена наш класс так получился, хотя я учила в довольно престижной школе, курировала как раз-таки высшая школа экономики. И это тоже был такой довольно экспериментальный проект. Но, как мне кажется, не очень удачный экспериментальный проект. Потому что к нам приходили крутые дяди из Вышки и говорили, что ребята, инженеры, они это все от стоки. Вам нужно отказаться от физики, химии, биологии. Вам нужно учить только одну экономику. И в этом ваше будущее. Привет дядя называется. Да, ну в те времена там как раз-таки Сергей Гуриев был, Константин Сонин. Вот, мы, поэтому... Не будем комментировать. Не будем комментировать, к сожалению, но как бы... Но время все расставило. Время все расставило по своим местам. Но просто сейчас... Ну, многие, в общем, в том классе у нас... Ну, сейчас, в общем, я могу сказать так. Я получила второе высшее образование на механико-математическом факультете МГУ. Я очень рада своим выборам, наконец-то. Вот. И я окраски на кафедре дифференциальных уравнений. Ну, и думаю, в итоге у меня все будет хорошо. Как бы источник. Уже научили решать? Ну, разумеется, научили. И в частных производных, и обычные. Уже все, уже. Все аналитически без этих численных методов. Я знаю. Как принято на кафедре дифференциальных уравнений МГУ. И численным методом уже научили. А, уже научили? Да, уже всему научили. Но надеюсь, что там и с наукой, и там будет все нормально. А вопрос в чем? Вопрос не в чем, да. Вопрос-то первый вопрос на комментариях вам, чтобы они повторяли своих ошибок. Потому что я боюсь, что сейчас, смотря на новых опять студентов, что мы поразим какую-то волну опять людей, которые условно будут уметь пользоваться библиотеками питоч, там, Тензофлоу, Керас. При этом абсолютно не будут понимать, как бы, что-то еще помимо них. А, да, да. К сожалению, иногда с таким сталкиваешься. Так. А вопрос у меня, собственно, ну, их несколько есть по поводу нейронных сетей. Вот мы говорим, что классические дифференциальные уравнения можно применять на начальном этапе. Ну, условно, есть дифференциальные уравнения. И мы дальше используем генеративную сеть для того, чтобы, ну, там, какие-то экспериментальные данные порождать. Или можно использовать для валидации, там, ну, после уже, вот, нейронной сети. А можно ли использовать, ну, условно, в середине эти дифференциальные уравнения как часть одного из слоев? Потому что, ну, мы знаем, что, как бы, сеть стоит из слоев, и много там используют из чего, и полносвязные слои, и сверточные. Можно ли как один из слоев использовать именно дифференциальные уравнения? И, ну, есть еще один вопрос, ну, давайте пока на этот. Ну, вы прямо изобрели physics-informed neural networks. Ну, не, это не-не-не. Вот если к один из слоев, есть такая штука, которая называется Neural ODI. У меня был аспирант, который, собственно, вот с такой темой. Да, это очень прикольная штука. Она немножко не взлетела для больших моделей, но у нее точно есть, как бы, прям много интересных вопросов. И, в общем-то, ну, условно говоря, вот у тебя есть миллион слоев. Каждый слой делает там какое-то преобразование. Может быть, это небольшой шаг, как дифференциальные. И, может быть, нам не нужно миллион шагов. Может быть, мы могли сделать грубые шаги, как в таймстеппинге, остановиться где-то посередине. То есть это нормальная исследовательская тема. Там есть некие проблемы, почему она там не дает там супер-купер-качество иногда. Ну, вот с нейроудой, и эта проблема в том, что они обучаются максимально долго, потому что там нужно рунги-кута применять после... Ну, вот я к тому же такое есть... У меня вот аспирант в Колтехе защитился вот прям ровно с такой темой, там с парой статей нормальных. Ну, вот кажется, сейчас, ну, не знаю. Сейчас не очень популярно. Ну, не отказались, а просто побежали как бы в другом направлении. Но это, в общем... А мой ответ на этот вопрос был бы коротким. Я не знаю, но думаю, что точно так. Очень интересно это. Математика очень интересная, правильно. Тут только надо дерзать и пробовать. То есть реально есть потенциал. Спасибо, но, может, до краски я попробую, там, ну, в ближайший год. Попробуйте. Вот, и второй вопрос, я его недавно вот задавала своим профессорам, но мне не смогли ответить точно. Вот, ну, мы знаем все, что есть такая довольно фундаментальная тема, алгебра и Ли, и в частности, есть классификация дифференциальных уравнений по этим алгебрам Ли. Ну, и, соответственно, первая ситуация – классификация. Задача классификации – нейронные сети. То есть, условно говоря, есть ли какой-нибудь смысл дифференциальное уравнение классифицировать по этим группам Ли вот с помощью нейронных сетей? И можно ли вообще это пытаться делать? Выглядит как точно то, что можно попробовать и получить какой-то быстрый, симпатичный результат. Если он получится, его надо отправлять на хорошую конференцию, а не в Вестник Московского государственного университета. Извините, пожалуйста. Ну, наверное, да, но, тем не менее, Вестник Московского государственного университета один из, стал вот в этой итерации… Мы это называем, извините, опять же, Вестник Казахской Божьей Матери. Но он, тем не менее, стал коден журналом, но неважно. Конечно, стал коден журнал. Да, но вопрос, кто коден. Я имею в виду, что, так сказать, если человек ставит очень правильные вопросы, они абсолютно для меня выглядят как правильные ресерч-вопросы, которые надо поисследовать. И такие, такого рода работы точно будут заходить, если будет результат. Ну, вот… Плассифицируется. На хороших конференциях, конечно, надо подавать туда. Наши Вестники надо продвигать, но… Ну, короче, да. Ну, мне просто кажется, что здесь есть некоторый разрыв. Это всё довольно большие абстракции, и они в реальной жизни-то, ну, не всегда выполняются. Условно говоря, сколько известно, так сказать, групп симметрии для уравнений, сколько вообще дифференциальных уравнений известно. Александр, я абсолютно согласен, но вот как исследовательская тема – это прекрасный, научный вопрос, потому что любопытно. У меня там один из основных результатов был, потому что мне было любопытно вместо двух индексов взять три. А из этого потом вот этого… Это вот самое… Интересно попробовать вот это. И это действительно очень хороший, простой стимул придумать себе задачку без как бы практического заказчика. Вот это физическое мышление. Я… Да, коллеги, у нас просто в 17.15 написано «заканчиваем». Мы провели прекрасные 80 минут. Так что я предлагаю, во-первых, сказать всем спасибо. Спасибо.